Швеция – процветающая страна. Люди здесь здоровые и живут долго. Мы тратим 300 миллионов фунтов в год на пилюли, которые, по мнению некоторых людей, способны предотвратить и даже излечить самые страшные заболевания. Если хотите прожить долгую и здоровую жизнь, правильно питайтесь и принимайте добавки. Витамины необходимы организму. Мы не можем без них обойтись. Было доказано, что целый букет заболеваний вызывается не вирусами и бактериями, а недостатком витаминов. Если пациент приходит с какой-то проблемой, мы можем определить, не кроется ли ее причина в недостатке витаминов, назначить их в качестве курса лечения. Очень приятно видеть, как люди после этого поправляются. Если организм получает все необходимые витамины, можно избежать многих заболеваний, вызываемых авитаминозом. Витамин А содержится в молочных продуктах, печени и рыбе. Предотвращает слепоту и дефекты роста. Витамин С из апельсинов и других цитрусовых не дает развиться цинге. А витамин Д, которым богата рыба, дает детям возможность избежать рахита. Ученые обнаружили, что наша пища – это дешевый и простой способ покончить со страданиями людей по всему миру. Открытие витаминов стало одной из основных вех в развитии современной медицины. Мы впервые узнали, что заболевания могут вызывать не только инфекционные агенты, но и нехватка одной из составляющих нашей диеты – витаминов. А витаминоз может даже стать причиной смерти. Сегодня многие из нас воспринимают жизнь без заболеваний, вызванных витаминозом, как должное. Врачи считают, что сбалансированная диета, содержащая фрукты, овощи, злаки и жиры, обеспечивает организм необходимым количеством витаминов. Это количество называется рекомендуемой суточной дозой. Только в особых случаях, например, при беременности, врачи советуют ее повышать. В некоторых случаях витаминные добавки могут быть полезны. Например, фолиевая кислота необходима для предотвращения врожденных дефектов у детей. Поэтому женщинам, собирающимся забеременеть, необходимо принимать фолиевую кислоту до и в первые 12 недель после зачатия. Лаймус Поллинг был светилом науки. Например, если взять атом гелия и ядро, Альберт Эйнштейн считал Лаймуса Поллинга гением. Он был выдающимся ученым, удостоившимся двух нобелевских премий по химии и мира. Две нобелевские премии обеспечили ему доверие всех ученых мира. Гениальный химик был очень милым, приятным человеком. И хотя он умер 10 лет назад, результаты его работы над молекулярной структурой до сих пор лежат в основе современной науки. Пока Поллинг не совершил революцию в химии, природа связей, которые держат атомы и молекулы, оставалась загадкой. Поллинг заложил основы современной химии. Поллинг и его вера в пользу огромных доз витаминов вдохновили многих авторов книг о здоровье. Один из самых популярных и известных из них – Патрик Хелфорд. Он написал больше 20 книг, в которых советует принимать витаминные добавки. Это витамин А. Он необходим для вашей кожи. Он основал Институт правильного питания. Это витамин В. Он дает вам энергию и даже влияет на настроение. Он считает, что оптимальное состояние организма достигается физической активностью, позитивным настроем и диетой. А самое главное – ежедневными большими дозами витаминов. Я думаю, что витамины добавляют не только годы к вашей жизни, но и жизни к вашим годам. На западном побережье Америки находится университет штата Орегон. Здесь расположен Институт Лайнуса Поллинга, основанный для продолжения исследования витаминов. Я думаю, Лайнус Поллинг был одним из первых, кто осознал роль витаминов, и не только в предотвращении болезней, вызываемых авитаминозом. Он назвал это ортомолекулярной медициной. Нужные молекулы в правильной концентрации обеспечивают идеальное здоровье, а не только избавляют от ужасов авитаминоза. Витамин С сокращает длительность заболевания примерно на 20%. И смягчает симптомы. То есть вам не так плохо, как если бы вы не принимали витамин С. Витамин А необходим для каждой клеточки вашего тела. Он помогает защитить ДНК, делает здоровой кожу, помогает клеткам противостоять инфекциям. Это необходимый элемент. Его нужно принимать ежедневно. Несомненно, витамины жизненно необходимы. Возможно, большие их дозы однажды смогут защитить нас от сердечных, раковых и других заболеваний.